Приветствую вас. Ну, давайте мы с вами начнём, пожалуй, вот с чего. А что вы говорите, что бросили своего любимого из-за того, что он вам изменял? Ну, понятно, что хорошего, в этом, безусловно, ничего нет. Понятно, что вы поступили правильно. Интересно, что молодой человек, если я вас понял верно, не пытался как-либо вернуть вас. То есть ситуация была, была и остается такова, что вы вроде как ушли, вот, но при этом мужчина, он вас не пытается вернуть, он вот просто вот только вроде как то весёлый, то грустный, но при этом вас он попыток вернуть не делает. При этом, да, общему другу вашему он говорит, что скучает по вам, что вы для него самая родная и так далее. Это очень здорово, конечно, то, что он вам говорит подобные вещи, вот, но, понимаете, интересно, что он говорит это именно другу вашему, а не вам. И возникает как бы интересный вопрос, на мой взгляд. А почему он, почему не сказать, например, вам о том, что он по вам скучает, если он действительно скучает, понимаете? То есть здесь момент такой, что молодой человек очень похож, они говорят, что это прямо обязательно так, но очень похоже, что молодой человек специально ведёт себя подобным образом, чтобы вы сами обратили на него внимание. И чтобы обратить на него внимание, вы выразили желание вернуться к нему. И вернулись бы к нему вы так, чтобы ему делать, ну, вообще ничего не пришлось. То есть, чтобы типа это вы сами вернулись к нему, а он даже вроде как и ничего не делал для того, чтобы вас вернуть. И вот, по-моему, на самом деле, эта ситуация, она и является довольно привозной, привозной здесь. Потому что, потому что ведь именно мужчина ваш изменял. И именно мужчина стал вроде как инициатором того, что вы расстались. Не вы, а он. Из-за него вы расстались. А теперь получается, что он ходит грустно, и вы, соответственно, это видите, и вам хочется к нему вернуть. Вот. Это первый момент. Надо же это второй момент. Мужчины действительно вас ревнуют. И его ревность к вам, она реальна. Тогда другой вопрос, почему она нас ревнует. Это уже вопрос несколько другой. И именно ревность полкает его на, опять же, подобное поведение так, чтобы самому не проявить себя в отношении к вам. Я думаю, что мужчина скажет вам те слова, которые вы ожидаете от него услышать, только в очень крайнем случае. Когда-либо ему совсем будет плохо в плане ревности, он будет бояться вас потеряться там, что, да, так, скорее всего, он не ожидал, что вы от него уйдете. Либо увидит реальную угрозу, что он может вас потерять совсем. Ну, например, если вы будете встречаться с другим, ну, с другим данным. И так далее. Ну, вот. Значит, это то, что касается васего мужчины. Теперь, что касается вас. Что-то заключается, во-первых, в следующем. Вы сказали, что у вас, ну, у вас у самой начало портиться настроение, когда вы стали замечать, что ваш бывший молодой человек ведет себя, ну, вот так, то есть, ему грустно. И вам стало грустно. Появились слезы какие-то и так далее. Что это значит? Ну, вот, фактически, что это значит? А фактически это означает, что вы увидели, вы увидели, что ему грустно, восприняли это как надежду, надежду на то, что он хочет вас вернуть. И именно по причине того, что у вас появилась эта надежда, вы начали плакать и вспоминать то, что между вами было. Потому что пока, пока надежды как таковой не было, можно, в принципе, говорить о том, что вы особо не надеялись. Не надеялись на то, что вот, ну, что вы будете вновь с этой мышей. А так, надежда появилась, и вы из-за этого плачете теперь. Другое дело, другое дело, а насколько эта надежда обусловлена? Чем она обусловлена? Ведь, понимаете как, что это заключается в том, что вы хотите к нему вернуть. И я могу, в принципе, предположить, что вы его любите. Я могу предположить, что и он вас тоже любит. Вот. Но. При этом. Давайте все-таки смотреть правду в глаза. Если мужчина вам изменялся, то это значит, что у него на это были причины. Причины. Какие причины? Ну, во-первых, первая и основная причина включается в том, что мужчина позволяет себе. Вот, он позволяет себе так поступать с вас. То есть, ну, вот такие у него моральные, получается, взгляды. Что он может вам изменить. Это первое. Это первое. Второе. А, надежда. Эм, ему чего-то не хватало. То есть, вот, ему чего-то не хватало, и он именно поэтому вам изменялся. Естественно, это ни в коем случае не оправдание, но, тем не менее. Эээ, можете, вы можете подумать, чего ему не хватало. Что все-таки. Чтобы как-то вот, эээ, самой постараться, если вы будете вместе, я думаю, что, как минимум, разговор у вас случится, еще один, как минимум, один разговор у вас случится, эээ, нашествую. Я думаю, что вам нужно будет обсудить, что ли все-таки двигалось человеком, вот, именно, на измену. То есть, почему я это делал, да? Значит, и последняя. Эээ, последняя ситуация, которую я хотел бы вам, значит, прояснить. Эээ, последняя ситуация, связанная с тем, что мужчина мог, 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 может просто изменять, вот, просто потому, что он такой человек, и все. Ну, вот, такой он человек, вот, он изменяет. Он любит вас, ревнует вас, но при этом готов и на других девочек тоже обращать внимание. Вопрос в том, было ли так всегда, когда это началось, если было раньше, то, почему, соответственно, вас это устраивало ранее, а теперь уже, вроде так, не устраивало. То есть, вот это, это точно, точно нужно отдельно разобраться. Это точно нужно отдельно поднапректировать. Почему вас не устраивало? Почему вас, точнее, устраивало раньше это, а теперь это не устраивает, вот так, вот так, вот так вот. Это, на самом деле, очень важный вопрос, там, что, от него зависит то, ну, как вы дальше будете двигаться, в каком дальше вы будете двигаться направлении. Опять же, теперь, что касается ваших воспоминаний, то воспоминания, конечно, они, действительно, очень важны здесь. И воспоминания у вас связаны с тем, что вы чувствуете себя с ним хорошо. Когда вы говорите, что я хочу, я хочу, там, к нему, это говорит о том, что у вас есть определенная потребность. Ну, то есть, да, это привязанность, это привязанность, которая, к сожалению, граничит с зависимым, зависимым. То есть, вы рискуете быть зависимым от него, именно по какой причине, по той простой причине, что для него вам плохо сначала. Вы или чувствуете, что хотите вернуться в то время, когда вы были вместе, чтобы, вот, чувствовать себя так же, но это невозможно, это иллюзия, это ностальгия. Либо вы что-то потеряли с его уходом для себя, и теперь к этому нуждаете, теперь вы к этому нуждаете, теперь к этому стремитесь. То есть, тоже, вот, такой важный, на мой взгляд, момент, о котором нельзя не сказать вам. И, соответственно, в зависимости от того, что именно, в зависимости от того, что именно с вами происходит, в зависимости от того, что больше вам подходит, вот, в зависимости от этого уже и нужно будет с вами работать. То есть, если это потребность, то потребности, соответственно, нужно удовлетворяться самостоятельно. Если это простое стремление к воспоминаниям, то, соответственно, необходимо работать с тем, как вы воспринимаете свою память и думать, что заставляет вас стремиться в эти воспоминания и так далее. Очень мне сильно показалось, что вашим желанием к нему, как вы говорите, что я хочу к нему, так вот, в вашем желании к нему мне лично показалось, что вы хотите ответственность перенести. То есть, я хочу к нему, хочу перенести на него ответственность, хочу в нем раствориться и все. Если это так, то ничего удивительного нету в том, что, значит, ну, мужчина, значит, вам изменял. Потому что, если вы в нем растворялись, действительно, очень сильно, то, к сожалению, если вы в нем растворялись, то мужчина просто-напросто перестал видеть в вас женщину. Ну, он видел, не перестал видеть вас у кого-то и перестал себя, что-то важнее чувствовать мужчина из-за этого. И именно из-за того, что он стал чувствовать себя мужчина, он и начал изменять. Но это, опять же, проблема ваших личных границ, в первую очередь. То есть, как вы можете устанавливать свои личные границы, как вы можете не зависеть от человека и нести ответственность за себя. При этом быть для него той женщиной, которую он хочет видеть рядом с собой и при этом без ущерба себе. Вот если у вас есть определенные проблемы, кстати, вот с тем, что я сказал, то можно поработать и помочь вам все вот это вот обрести, все вот это получить. Если есть там неуверенность в себе, то можно и неуверенность в себе проработать и так далее. То есть, ваш вопрос, который вы задаете, подскажите, пожалуйста, что вам подсказать? Что вам подсказать? Вам подсказать, что вам делать, возвращаться к парню или нет? Опять же, нужно посмотреть, как правильно сказал мой коллега, изменился он или нет. Если он не изменился, то возвращаться не нужно. А тогда у вас привязанность. Тогда у вас потребность в нем. И эта потребность связана с вашим собственным психологическим состоянием. С вашими потребностями, определенными противоречиями, может быть, значением того, что у вас нет отношений или значением отношений для вас вообще. Но основной тревожный момент заключается именно в том, что, значит, вы перестали думать о нем плохо. То есть, у вас теперь только хорошее о нем. А это идеализация, а идеализация человека – это всегда показатель зависимости от него, к сожалению. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Продолжение следует...